На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о главных событиях этого дня. Лето без детской площадки. В Нефтьюганске идет массовый демонтаж малых архитектурных форм, не отвечающих требованиям безопасности. Врезался в опору освещения и скрылся. На улице Ленина произошло резонансное ДТП. Все для удобства горожан, лишь бы пришли на прививку. Теперь пройти вакцинацию от коронавируса можно и в поликлинике 5-го микрорайона. Врезался в опору освещения и скрылся. Сегодня в час дня на пешеходном переходе возле кинотеатра Юган произошло ДТП. Сообщение в дежурную часть поступило от очевидца. По его словам, на перекрестке Ленина строителей водитель ВАЗ-2110 совершил наезд на опору освещения возле пешеходного перехода. Снес ограждение, повредил деревья, после чего бросил машину и скрылся с места ДТП. На данный момент ведутся розыскные работы, устанавливается хозяин транспорта и личность водителя. Виновник будет привлечен к административной ответственности. Сносят детские площадки, да еще в разгар летних каникул. Большое количество таких жалоб поступило в последнее время в администрацию и в общественный совет города. Пестрят ими и социальные сети. Что происходит? Почему детские городки вдруг начали массово сносить? Об этом следующий репортаж. В одном из местных пабликов – крик души жителей пятого микрорайона. Здесь сразу в двух соседних дворах демонтировали детские площадки. Быстро поставить не обещали. Жалобу зафиксировала автоматизированная система «Инцидент менеджмент». Напомним, она мониторит обращения граждан в социальных сетях. В преддверии лета очень много обращений. Обращения как в общественный совет, так и на электронную почту пишут. Мамочки, бабушки обеспокоены тем, что наступает лето, а деткам негде гулять. Тем более ситуация, знаете, лето вышло на улицу с ребенком, а в это время мы видим технику, которую эту детскую площадку она убирает. В департаменте ЖКХ нам ответили – конструкции находятся в аварийном состоянии. К тому же недавно вступил в силу новый евразийский стандарт с повышенными требованиями к безопасности. Любопытный момент. С юридической точки зрения детских площадок в Нефтьюганске никогда не было. Ведь у настоящего объекта должен быть паспорт со всеми характеристиками и сроком эксплуатации. Только в этом случае в бюджете заложено финансирование на его обслуживание. У наших городков ничего этого нет, а в документах они числятся как малые архитектурные формы. Порядка 95% находятся не в удовлетворительном состоянии. Это расположение в охранных зонах, отсутствие технической документации. Мы ежегодно проводим осмотры, выездные проверки. Практика показывает, что они уже в таком обвешалом состоянии. И комиссионально принимается решение, что некоторые малые архитектурные формы уже подлежат обязательному демонтажу, так как они несут угрозу жизни и здоровью. В ближайшие месяцы в городе ликвидируют порядка 50 малых архитектурных форм, то есть горок, качелей, песочниц. В некоторых дворах демонтируют все мафы, но чаще отдельные элементы. Кстати, по адресам 5.5 и 16.81, где образовались пустыри, уже в этом году установят новые паспортизированные площадки с травмобезопасным покрытием. К концу года таких объектов будет уже 14 и за их состоянием станут следить ежедневно. По государственному стандарту мы должны содержать его ежедневно. То есть не как сейчас, у нас сейчас минимальный перечень работы, который в принципе недостаточен. Это уборка территории, это подкрутка, два раза в месяц это осмотр. То есть этого недостаточно, конечно же. Еще более сложная тема – охранные зоны. Как выяснилось, более 60% наших площадок находятся в местах всевозможных коммуникаций, в том числе и таких опасных, как теплоснабжение. Трагедии, слава богу, не было, но порывы прямо на детских площадках случались. Новые городки вместо снесенных администрация планирует ставить не на прежних местах, а в безопасных. Если попадают в охранную зону инженерной коммуникации и отсутствует возможность устройства, то есть там они не появятся. Будут где-то рядом. Значит, будем прорабатывать вопросы именно размещения на другой территории, на другой придомовой территории. В связи с охранными зонами новые игровые комплексы, скорее всего, будут значительно меньше по размеру, чем нынешние. А некоторые дворы могут и вовсе остаться без игровых конструкций. ДЖКХ не скрывают, что пока темпы сноса будут значительно опережать темпы установки новых правильных площадок. Чтобы закончить эту работу, понадобится несколько лет. Наталья Проскурякова считает, что нельзя детей на столь длительный срок оставлять вообще без ничего. Нужен хотя бы какой-то временный эконом-вариант. Идея, да, действительно хороша. Но жителю нужно сегодня, детям нужно сегодня. Поэтому мы и предлагали такой вариант. Если убрали качелю, ну поставить эту качелю. Я понимаю, что возникают вопросы, ну зачем ставить одну, когда можно будет сделать комплексную детскую площадку. Но опять же я говорю, когда она еще будет. А детям хочется сегодня. Этим летом муниципалитет собирается установить 9 новых площадок, 30 будут отремонтированы. Если у вас есть острые вопросы по данной теме, можете звонить в отдел благоустройства департамента ЖКХ 23-21-87. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». В «Невсюганске» открылся еще один прививочный кабинет для вакцинации от коронавирусной инфекции. Он находится во взрослой поликлинике в пятом микрорайоне. Сегодня с утра здесь уже привились 7 человек. Сегодня второй день работы нового кабинета. С утра в 111-м уже привились 7 человек, в их числе и врач-стоматолог. Химита Захарова ставит первую аппликацию и призналась, что сейчас не особо переживает, как перенесет организм вакцину. Уже есть определенный объем данных по поводу вакцинации. Ну и пандемия продолжается, хотя все сейчас идет на улучшение. Я как врач нахожусь в группе рисков. Коронавирусом я не болела, антитела сдала, поэтому дополнительно никак не готовилась. Я уже здоровый образ жизни. «Невсюганская больница» проводит ряд мероприятий, чтобы повысить уровень вакцинации населения перед возможной третьей волной. Маломобильных и нетранспортабельных пациентов прививают на дому. В МФЦ уже третью неделю работает стационарный пункт. Здесь прививают с понедельника по субботу с 9 утра и до часу дня. А теперь еще и во всех взрослых поликлиниках. Можно через госуслуги записываться к нам. Можно приходить без всякой записи, в порядке живой очереди. Как вы видите, на сегодняшний день очереди большой нет. Мы надеемся, что все-таки люди будут проявлять активность, ответственность и более интенсивно прививаться. С 1 июня в микрорайонах города работают и мобильные бригады. С графиком дежурств можно ознакомиться на официальном сайте и в Инстаграме «Невсюганской больницы», а также на интернет-ресурсах городской администрации. На данный момент в среднем за день первично прививают 160 человек. Этого недостаточно, говорит Владимир Ермолаев. Необходимо вакцинировать не менее 250 жителей ежедневно, чтобы к возможной третьей волне пандемии у населения выработался коллективный иммунитет. Мария Сераева, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Подведены итоги голосования по благоустройству. Напомним, нефтеюганцам нужно было выбрать, где установить детскую площадку в первую очередь, в 8 мая или во втором А микрорайоне. Голосование продолжалось более месяца и завершилось 30 мая. Несмотря на то, что 15 тысяч голосов мы не набрали, город оказался достаточно активным. Впервые в голосовании приняло участие 6,5 тысяч горожан. Представителей департамента ЖКХ это приятно удивило, ведь обычно цифра не превышала 2 тысяч. На протяжении всего периода голосования прижал проект в центре города. В итоге он набрал 4,5 тысячи голосов, то есть более 60% симпатий нефтеюганцев. По словам Евгения Васильева, проект жителей 8-го А микрорайона тоже будет реализован, но чуть позже. Не забываем о том, что у нас в том году прошло рейтингное голосование и на тот момент времени победил 10-й микрорайон. То есть у нас в перспективе на следующий год это 10-й микрорайон, далее идет по рейтингам голосования текущего года это 2-й А микрорайон, далее 8-й А микрорайон. Если объем финансирования позволят, мы все три площадки в следующем году сделаем. Если же нет, то это 10-й микрорайон, а потом 2-й А микрорайон, ну а далее 8-й А. Проект во 2-м А микрорайоне должен быть реализован в следующем году. Напомним, возле музыкальной школы появится 17-метровый корабль с подсветкой. А в нынешнем по программе «Комфортная среда» запланировано завершение благоустройства мемориально-досуговой зоны 3-го микрорайона, а также установка детской площадки в 11-м возле 7-й школы. От 10 месяцев до 17 лет. В рамках десятилетия детства в Югре мы рассказываем о крепких и дружных семьях Нефтьюганска. У Читы Персидских шестеро детей и, по словам мамы, героини чем больше, тем проще. Пока глава семейства на работе, большая семья отправляется на прогулку. Мама Алена когда-то мечтала о троих, а в итоге воспитывает шестерых детей, один из них подопечный. Когда трое детей было, казалось сложно. А потом уже, мне кажется, наоборот, чем больше детей появляется, и не так уж и сложно. Где-то старшие подмогут, с маленькими посидят. И уже так вливаешься в это все, в эти дела, и приноровиться ко всему. Самая маленькая, 10-месячная Мила гуляет в коляске. Самому старшему Данилу уже 17 лет. По разговору, понятно, вырос настоящим мужчиной. Вот если у меня у детей появятся, как я думаю, я буду им давать все только самое лучшее. Я лучше что-то себе не возьму, возьму вот ребенка своему. Собираться всем вместе, таким серьезным составом, трудновато. Вот и сейчас 10-летний Николай на массаже. А так, кто на секции, кто на кружке. Поэтому самое ценное – совместный отдых. Путешествия всякие, на пикники, фоткаем все вместе. Ты тоже хочешь сказать, да? Да. Как тебя зовут? Соня. Соня? Соня, да? Да. Какая у тебя мама? Там. Мама красивая, спокойная, полна сил. Наступило лето, а значит, можно ездить с семьей на дачу. На даче как бы хорошо всем, никто никуда не разбежится, там же и отдыхаем, мы проводим время летнее. Напомним, в России и Югре проходит десятилетие детства, работают дополнительные меры социальной, финансовой и образовательной поддержки. А еще землякам рассказывают о самых дружных и крепких семьях региона. Много детей, много радости, доказывают персидские. Наталья Платонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Купить квартиру в центре города. Да, уже во втором квартале следующего года в третьем микрорайоне напротив магазина «Оранжмол» сдадут еще один многоквартирник. Возводит 14-этажку специализированный застройщик «Наш дом». Далее сюжет на правах рекламы. Новая свечка будет в каркасном исполнении, монолит, стены из пеноблока с утеплителем, с хорошей звукоизоляцией, вентилируемым фасадом, благоустроенной территорией, озеленением, детской площадкой, парковкой. В новом доме будет 44 квартиры, 12 квартир однокомнатных, 22 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир от 28 до 90 квадратных метров. Это 14-этажное сооружение прекрасно должно украсить наш замечательный город Нефтьюганск. Я думаю, он должен хорошо вписаться в полностью инфраструктуру. Находится в центре города. Совершенно хорошее место, исключительное. Общая площадь многоэтажки – 3800 квадратных метров, жилых помещений – 2900, нежилых чуть больше – 1000. Первые три этажа предназначены для предприятий торговли и под аренду. Сдача дома запланирована на второй квартал 2022 года. На данный момент нулевой цикл готов. Все инженерные сети проложены и выведены. Сейчас идет полномасштабная работа по монтажу каркаса. Железобетон, как видите, здесь имеется. Имеется железобетон также в городе Сургут, который мы сейчас перебрасываем сюда. Железобетона в достатке. Я думаю, что сейчас наладится полностью монтаж железобетонных конструкций. Фирма «Наш дом» входит в состав строительной компании «Истком» на рынке недвижимости в Нефтьюганске с 2007 года. За это время застройщик возвел уже пять жилых домов в разном исполнении – блочные и каркасные. А 1 марта сдал восьмиэтажку в 11 микрорайоне. Однокомнатные квартиры, как правило, здесь диапазон от 32 до 45. Это однокомнатные квартиры. Там их в третьем микрорайоне, их меньше в составе дома. Там 36 квадратных метров однокомнатные квартиры. Есть студии 28. И здесь точно так же предполагаются студии от 26 квадратных метров. То есть это социальное жилье. И стоимость изначально предполагается где-то в пределах одного миллиона рублей с черновой отделкой. Все жилье строится по современным действующим нормативам. Есть возможность в процессе строительства по согласованию внести изменения в планировку квартиры. Дополнительная, то есть может быть отделка. Мы тоже предлагаем своим будущим жильцам. Так скажем, базовая отделка – это черновая по существу с коммуникациями. И там уже по дополнительному соглашению мы можем сделать чистовую отделку. Это плюс 7-10 тысяч на квадратный метр. В июне месяце в 11-м микрорайоне наш дом приступит к строительству еще одной восьмиэтажки на 120 квартир. Стройматериалов хватает, но нужны рабочие руки – строители. Офис «Наш дом» находится по адресу 11-й микрорайон, 47-й дом, офис 25. Телефон 23-32-68. Мария Сераева, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Наш выпуск завершит «Окно в город». Сегодня в объективе телекамеры «Юганская ОПЕ». «Окно в город» На этом я прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире.